Евангелие от Луки, 14 глава 16 стиха. Притча о званных. Ее можно по-другому было назвать притча о последнем ужине. А можно было бы назвать притчей о посланниществе. Вот апостол. Все знают апостол, апостол. Не зря у этих называется в других арабских языках. Расул, посланный. Переводится апостол. Вот откуда это имя. Слово посланный встречается в этой притче дважды. Послал, работа выполнялась, но не до конца, потому что указаний не было еще на что-то. Ужин означает, конечно, что дело к вечеру идет. В самой притче уже заложено ожидание близости пришествия Христа. Очень близко. Завтракаем мы, но все равно ужинаем. Поэтому человек может сидеть, лежать, бежать, но он все равно летит. Как салмопевец говорит, а мы летим. Время стремительно приближается к концу этого ужина. Каждая себе скажет, ты пришел на этот ужин или нет? А если пришел, когда? Вот тут и беда для православных. Не могут назвать даты. Вот я могу назвать в точности до одного полчаса. Примерно. Тогда не записывал. День. Как я заходил первый раз. Описать запах, который был в это время. Что в этот вечер было, какие слова, какие люди, почему. Я был званый на ужин. Ну как же я забыл. На какой ужин-то? К кому? К царю. Вот сейчас бы получил кто-то. У Путина дочка выходит замуж и приглашает тебя, ты в числе званых гостей. Ну не мог же ты бы не показать никому. Когда на кремлевскую елку, если приглашение, и то смотри, я в число каких избранных попал. И далее все поступают, как бы, никто не сговаривался, как бы сговорившись. И вот с кем не поговоришь, да это же все было. Ну не ты же первый. Знаете, я истинно не могу. У меня работа такая, вот я не могу. Другое, я не могу. У меня родители больные. Я за мамой ухаживаю, за папой, там, за тещей, за сватей, за братьями. Все там. И тетка агрофена больная уже. За семьи каждый день ухаживает деда. Да как раз все побуждает к тому, чтобы прийти. Я не могу сегодня у меня болеть, сейчас это недобогание. Скажи, завтра лучше будет? Нет. Значит, ты уже навсегда выполнишь числа приглашенных. Да я поползу. Да я буду по воде плыть. Копаться под землей, но чтобы выбраться и попасть на ужин. Я званый. А раз званый, какой бы я ни был, приду, там меня уже отмоет Господь. И вот начинает, землю купил. С землей всегда вопрос очень трудный был. Это захват земель, жизненное пространство. Все немцы этим мучились. Пространства жизненное не хватало. И вот сейчас также земли. Смотри сейчас на земельном этим кодексе, сколько играет, как покупает. Какие люди садятся, мэры садятся за эту землю. Потому что большие суммы надо платить. А тут уже приобрел. Заботы вообще никакой нет. Ну приобрел. А я пойду смотреть. Земля никуда не убежит. Она на одном месте стоит. Она застолбленная. Документы на руках. Ну, пир-то не может тебя ждать. Ты понимаете, настолько неразумно. А все такие вежливые, культурные, цивилизованные. Извини меня, пожалуйста. Ну и поверь мне, только я не могу. Ну и не надо. Никто второй раз за собой не придет. А дальше, а дальше уже лошадиные силы. Помешались на машинах. И меняет, и меняет. Одна машина, другую надо. Эта площадь относится не только к земле. Это к квартирам. Если есть одна комната, двух, трех есть, четырех. И бесконечно все. И подусмотреть, дальше новый ремонт делать. Конца край нет. Как бы сговорились все. Сбесились буквально на этих домах, на этих машинах-то. Ну а уж если женился вообще. Доказь еще не один раз жениться. Как мы считали, 201 жену берет. Тут вообще вопрос неразрешимый. Женился, да вообще вопрос отпадает. Женился, искать не надо. Святых к столбам носить не надо, фонарям. Все при тебе. Бери ее под ручку, да иди. Как бы сговорившись, лукавая. Как они разгневали своего хозяина. Приглашение было выписано напрасно. Напрасно он выбирал, кого пригласить. Выбор пал, но не оправдался. Какой ужас будет у людей, которые слышали по радиовыступлению проповедников, которые имели в руках Библию, у которых были приглашения на занятия по изучению Библии. Они не пришли. Мы даже не представляем, какая это будет ситуация. Какая трагедия разыграется. А у них, которые не пришли-то, а ведь мы сотни-сотни людей пригласили и тысячи. Но на этом не заканчивается. Вначале идите, приглашайте тех, которые на улицах, которые вылазят из своих нор, из домов. Которые не обременены как бы ничем, не прячутся, просто рассозеничают, ходят на улицах, по площадям, везде. Ну, кого увидите, скажите, знакомая, адреса, телефоны, книгу по телефону, на работе, звоните. А ведь не ходите, не делайте, я конкретно к вам обращаюсь. У нас полупустой храм. На одну четверть только аудитория в университете заполнена. Вспомните первые годы, как было. Я вел занятия в актом зале, более семьсот человек было. А сегодня тридцать человек. Уже считаем, что ну и ладно. Почему? Работы никакой нет. Настоящей-то работы нет. И люди-то лукавые стали. И кто-то их уговорил, не надо на тот пир идти, иди к нам, иди к нам. Тут притча-то, она сегодня развертку показывает страшную. И тоже брачный пир обещают, и тоже там что-то они дадут, это сектанты, эритики. Но самый больший вред дает патриархия сегодня. А не надо ничего, ты к нам только приди, исповедуйся, причащайся, отдай деньги и иди. Все, пир тебе готов. Ничего не получите, как у Достоевского. На своих пискариках этих ничего не получите. Вы ищите Бога по Евангелию, с полной самоотверженности служения Ему. Вот первый раз он говорит, пойди скорее по улицам. Побуждение не откладывать. Слово скорее, это поспешность. Когда пришли нищих, увечных, слепых, то есть не понимающих ничего, откроем глаза. Мы не знаем еще, те люди, которые пришли на пир, они сами слепыми, нищими или награды получили. А бывает так, приглашенные, еще и подарки получаются. Мы эту притчу можем развернуть, что приходящий ко Христу не остается прежним. Это Христос зовет. Значит, они были исцелены. Приходящего ко мне Господь говорит, что? Ощищаю, омываю, усыновляю. И когда они пошли, он снова посылает. А теперь идите по дорогам и изгородим. Изгородь это загородили что-то. Я думаю, это в первую очередь надо идти в монастыри. В дома престарелых, в больницы, в тюрьмы. Там, где за загородкой сидят люди. Ну не сказано такое, что хозяин послал, идите загородки готовьте, чтобы люди там прятались. Это извращение монастырское. Спрятать туда, и оттуда никого не вызовешь. Кто-то еще принимает измеряно, а монахи вообще ничего не хотят слышать. А чего надо? Он все сделал. А что? Землю. Те из-за земли не пришли? Нет у нас земли. Валы. Я отказался, у меня ничего нет. И безбрачие. То есть они все три пункта-то выполнили, но за загородку залезли. И оттуда не вылазят. То есть они вообще потрудились здорово. В число тех отказавшихся не пришли. Но только эту загородку-то. Сначала, может, обмазали глиной, а потом возвели огромные стены, как вот здесь, бойницы в епархии. Посмотри, как Новодевище монастырь и другие. Загорский монастырь. Оборону держат по нескольку лет. Как соловецкие узи, эти монахи-узиники. У пророка Яиля говорится, кого и как звать. Кого? Внимание! Сегодня вы обязательно должны пойти. Создайте еще несколько мобильных групп, передвигающихся очень быстро по городу. У вас все есть для этого. И машины, и все. Побылись. И думайте, этим отделались. Завтра будет поздно. Бог говорит сегодня, когда услышишь, распечатай уши свои. Итак, созовите собрание старцев и всех жителей страны. Вот кого Господь призывает. И во второй раз Яиль говорит, малоизвестный кому, пророк 2.16. Итак, пригласите отроков и грудных младенцев не забудьте взять в храм. Не забудьте взять с собой. На подсознательном уровне у него будет отражаться слово Христос, Библия, Христос, Писание, Христос, Слово Божие. Чтобы все эти слова не были для него чужими. Дайте Библию. Как мать его учила, вспоминаю я. Пойди и пригласи. Господь говорит, Иоанн 4.16. Когда поговорил с Самарянкой, ты уверовала. Он не похвалил ее, что ты только уверовала, а сразу ей дает поручение. Пойди и призови сюда мужа. А ведь это ответственность из нее не спала. Дальше эта притча почему-то, это уже не притча, а натуральная. Но незаконный муж, да. Но через это выявил, да, незаконного, надо звать или нет? Тоже надо. Ну хотя один раз, скажи, где идут занятия. Да, у тебя незаконная была сожительность, незаконная там муж. Но и им однажды ты должна когда-то была сказать. Эта ответственность-то ведь не снята с этой Самарянки-то. Исайя 58.2.65.12 говорит. Я звал, и никто не отвечал. Это отвечает, говорит пророк еврей. Говорит о своей миссии к еврейскому народу. И никто не отвечал. Вот притча-то когда уже началась эта. Поэтому вполне эта притча могла быть принята сведением, что у нас это такое было. Пророк об этом говорил. Считаем у Иеремии. 7 глава 13 стих. С раннего утра я звал вас, а вы не отвечали. Пророк еврей снова к еврейскому народу обращается. Спустя сто лет снова не отвечают. Иеремии 35.17. И вот я наведу на вас все зло, о котором я говорил. За то, что я вас звал, а вы не слушали. Я вас приглашал, а вы не отвечали. Причина даже показана какая. Вот это и революция. Вот это перестройка. Потому что к Богу не пошли, пойдете за другими. Пойдете куда не хочешь. Другой припаяшь, и ты пойдешь. Салом 33.12. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господь научу вас. Сегодня вводят предмет основы православной культуры. Приносят мне пленку прослушать, как умные люди рассуждают. Очень умные. Но нигде ни один не говорит о том, что Россия пала, потому что не знали Слово Божие. Вот культура, да слова культура отсутствует в Библии. Им не культура нужна. Она и не нужна в совершенном. Нужно обновление в нового человека. Ибо в этом новом человеке, соединенном со Христом, будут чувствования, как во Христе Иисусе. Вся культура в этом. Никого не обидит, не обругает. Ну все самое плохое, скверное, взятку не возьмет. Украсть не украдет. Новый человек, потому что он чадо Христа. Уже родился не от плоских родителей. Салмопевец говорит в 45.9. Придите и видите дела Господа. Какие опустошения Он произвел на земле. Призывать мы людей должны и показывать, что нашу страну ждут огромные страшные потрясения. Быть может, мы будем жить не среди русского народа. Бесконечно это несправедливое деление земли не может продолжаться. Все понимают, что китайцев будет не 2 миллиарда, а 50 миллиардов. Потому что они расплаждаются, а здесь убивают. Все показывает к тому. А сможем ли мы там быть, а не побьют ли они нас. Вопросы вообще не должны ставить. Один только вопрос. Сумеем ли мы их пригласить на ужин ко Христу? Сумеем ли мы тогда в последний час сказать им, что хозяин добр, что место свободное. Все время есть. И дальше не написано, что место не надо и никто не будет звать. Будут звать. И звать должны мы. Самопеев пишет 65-16. Придите ко мне все и послушайте все боящиеся Господа. Я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Значит нужно хвалиться тем, что для тебя Бог сделал. У сектантов это поставлено. Я был такой-то и каждый рассказывает, а как меня Бог призвал, как я первый раз услышал. Мы об этом научиться должны говорить. По милости Божией вы засвидетельствовали о себе, как вы пришли к Господу. У нас в книге это есть. А кто-то так ничего и не написал. И причина к этому тоже очень известная. Я вот вчера очень хорошего знакомого, члена даже общины, узнал, что он в городе из Потеряевки. И позвонил, все хорошо, ладно. А что ж ты вечером не был? Ну, так случилось. Бывает. Бывает, загородка какая-то мешает. Сегодня я уже из-за изгороди. Уже запели блаженство. Снова звоню живой. А что ж не пришел? Ну, вот так это получилось. Понятно, что вчера землю осматривал, а сегодня быков. А завтра с женой разводиться. И все равно мне некогда будет приходить. Прийти некогда будет. И так и нет человека здесь. Исайя 1.18 Господь говорит, когда вы отстанете от всех своих злых дел, тогда придите и рассудим. Если грехи ваши были как вагряны, как снег убили. Ради этого стоит прийти. Я делаю отсюда вывод, что приглашенные имеют право снять старые одежды, получить новые. Он говорит, если будет все у тебя запачканное, дам новые одежды. И мы эту одежду получили где? В святом крещении. Значит, перед тем, как сесть за стол, я вечерять с вами буду, Господь говорит, он дает святое крещение. Вы каждому говорите, крещение неправильное, крещение совершенно неправильное. Крещение никогда здесь не было правильным. Хотя бы и полное погружение было. Сначала надо, чтобы человек принял Христа, уверовал, жил со Христом. О крещении только говорите. Скажите, а у нас оно совершается по всем канонам. Вот мне сейчас звонят, с Казахстана желают летом приехать, принять крещение. И у них уже там оглашенные назначили. На месте-то не крестят. Пророк Исаия, 2 глава, 3 стих. Придите, и вы будете ходить по стезям его. Тогда мы не будем искать, как уклониться от Господа. Пойти на поля, с валами своими, с быками. Потому что вол-то этот знает ясный господина своего. И осел знает кормушку. А народ мой Израиль не знает меня, говорит Господь. Исаия, 2 глава, 5 стих. Придите, и будем ходить во свете его. Там, говорит, по стезям его. А стези его, это заповеди святые. А как ты узнаешь, если ты Библию-то не считаешь? Да ты на каждое дело, на каждый случай, с семейной, с женой, с мужем, с ребятишками, разная ситуация, что бы ни было в мире, что считаешь ты сразу? Что об этом говорит Христос? А что Дух Святой сказал в Библии? Один вопрос задавайте только. А то задают вопросы совершенно не по Писанию, а только с выгодой для утробы. Моя выгода. Хочется сказать, возьми табличку, напиши мне имя, моя выгода. Тысячи выгоды божественные для души. И как быть полезным, с кем ты встретишься. Совсем незначительный даже может быть разговор. Короткий. Но успей хоть немного глаза человека поднять к небу. Пророк Михеев, 4 глава 2 стиха говорит, придите. А для чего? Ибо от Сиона выходит закон и слово Господа из Иерусалима. Придите. У нас есть Библия на русском языке. Придите. Мы получили от избранного еврейского народа слово Божие. Придите. У нас есть откровение Божие, которое вот в одном переплете, Ветхий и Новый Завет, прямое повеление прийти и объяснять с какой целью. Ибо у нас есть Слово Божие. И оно изошло от Сиона. Никогда этого не отрицайте. Поэтому молитву свою всегда включайте не только в то, что перед глазами, а всегда молиться за еврейский народ. Благодарность, что сохранили. Они уничтожали многое, но многое сохранили. От Сиона закон, пророк говорит, получили. Господи, обрати этот несчастный народ. Народ, который никакого Бога будто бы не имеет, кроме золотого тельца. Совершенно голову потеряли. Смотришь, не голова, а бычинные рога одни от золотого тельца. Да познайте же вы Бога. От Сиона мы получили закон. И Слово Господнее пришло из Иерусалима. Не из Византии пришли эти каноны и мощи. Не из Киева. Не из Синода, не от Патриарха, но и из Иерусалима. Вот куда зовет Господь. И Господь-то говорил притчу эту в Иерусалиме. Матфея 11.28. Я специально поясняю, или вернее открываю те места Писания, где говорится, что обещано тем, которые придут. И что те, которые постные, они им говорили. Пришли, идите, у хозяина пир. Старшего или младшего сына женят. Конечно. На еще что говорили. Они говорят, придите ко мне. Это пришли, говорят, вот хозяин написал, что пришли. Он приглашает. И на приглашении написано, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Вы найдете покой душам вашим, ибо я кроток и смирен сердцем. Это каждому они показывают. Вы это, люди, мы говорите. У тебя горе. Приди к Господу. Ты забудешь об этом горе. Ты говоришь, вот постигла такая неудача. Ничего этого не будет. Ты это все забудешь. Люди страдают от потери близких, от потери имущества, от потери друзей. Господь самим собой все это заменяет, потому что он богат несравненно. Вспомните житие святой Екатерины, которая, девушка, поставила не одно только условие, а обычно одно условие, чтобы выйти за богатого, за олигарха. Вот она этим мучается. А теперь уже все, если еще мисс она красоты, хотя бы по одной деревне из трех домов, то все равно она что-то ищет выше своего роста. А тут все поставил, чтобы он был красивее меня. Вообще задача, кажется, очень трудная, чтобы он красивее тебя, да чего ради он тебя будет брать-то? Конечно, он будет искать красивее себя. Еще бывает богатый-то женится, так он-то на красивое женится, а не на богатстве. Если богатство ему позволяет это. А она, чтобы был богаче меня, а она была богачка. И чтобы был мудрее меня, а с отличием кончила три университета. Ну и знатнее меня, тогда род еще был знатный, бояре, дворяне, все, ясно, что замуж она никогда не выйдет. Находят по трем качествам, по четвертому нет, царский сын, богаче, славнее, на красоту это ты не возьмешь. Ну что бы стоило согласиться, она бы только радовала, сражала детей, да как за стеной широкой жила. Нет. И наконец, вы знаете, с чем кончилось? Когда мать христианка рассказала о прихоти своей дочке, она рассказала Престительу, Преститель сказал, я знаю этого жениха, отнеси вот эту икону. Икону Христа Спасителя. Ну конечно не так нарисованы, такого бы она не полюбила. Она, видно, нарисована хорошим был художником-то. До Божьей Матери, у которой на руках ребенок, а он на иконе отвернул от нее лик. Куда она не зайдет, он от нее голову поворачивает на иконе. А Преститель сказал, все твое богатство по сравнению с его богатством просто грязь. И твоя красота это гниль по сравнению с его красотой. И знатность твоя это нищета по сравнению с его. Все качества превосходящие. И она поняла тогда, что есть другая шкала измерения, есть духовный мир. И в этом духовном мире глава всех глав, царь всех царей, Господь Господствующий, наш Господь. А ведь это все касается каждой души нашей. За нами был кто-то послан, от кого-то мы услышали. Ну, в первую очередь, от Христа, Духа Святого. Далее, через кого послан? Кто Библию эту сохранил нам? Кто перевел ее? Кто напечатал? Кто дал? И наша душа ответила согласен. Прикинь, этот пир. У нас этот пир каждый раз на божественном служении. И самое главное сердцевина, это эхористический канон. И центр всего это причастие, когда мы принимаем его, тело его святое, причистое с кровью. Какие мы счастливые! Мы оказались в числе званных и избранных. Посмотрите на себя, много ли из вас, Павел говорит, великих, знатных, но мы оказались в числе избранников. Только бы это сохранить до конца. И только бы нам самим с этого пира пойти и других звать. Потому что все знания ничего не дадут, если у нас не будет любви к тем, которая погибает. Сумейте расслышать крик и вопль погибающих. Это у Бога надо просить этот дар. Когда Виктор Егор писал битву в Атерлоо, он слышал запах крови, пороха, ржание коней у себя в комнате. А хотя был заперт один, в нетопленной комнате, ему подали бутылку чернил. И оттуда вышел уже с романом, когда чернила были здесь писаны. Я просто для примера беру, ну давайте маленько войдем в эту суть. Мы избранники, люди не знают нас. И нам Бог даровал не просто одну из вер, а истинную православную веру. И с нами вот сейчас что готовится, как думает сделать, я прошу молиться только Богу, крепко молиться. Господи, усмотри, а нас нечто лучшее. И как Бог сделает, мы не знаем. И потом только мы скажем, Господи, какие же мы счастливые, что Ты послал за нами Духа Святого, что Сын Божий научил нас терпению преображаться в Его образ, обновляться в новом духе, а потом обещал дать и новое тело. Мы сейчас разного возраста все. И вот этот ребенок на руках у тебя, мы будем с ним одним возрастом когда-то в Царстве Христа. Да какие же мы счастливые, что Церковь заповедала нам снова читать эту притчу Христа, которую я уже объясняю вам десятки раз. И на вас тоже ведь ответственность. Я старался все собрать. А призвание, а звание. А если вы на это не откликнетесь, не будете распространять весть о Христе, а каким способом я говорю, это идти по городу, на занятия, знакомым звонить, распространять наши книги, то что мы ему ответим? Аминь. Аминь. Спасибо.